Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на проекте Родина, ролеплей, центральный округ, манитис Кирилл Хапалканов, не забывайте введить манит при регистрации, также можете введить мой промокод, вся информация есть в описании под видео. Как вы возможно услышали, у меня наконец-то появился новый микрофон, но это видео я записывал еще на старом микрофоне, поэтому вам все-таки придется послушать старый микрофон, но теперь всегда будет новый микрофон присутствовать, поэтому просто возьмите, поставьте лайк, реально, я очень доволен, потому что микрофон как бы не особо дорогой, но качество просто охуенное, пацаны, и хорошо динамики работают, и хороший микрофон, реально очень я доволен, просто, наверное, лучшие наушники, которые у меня когда-то были, очень классные, не жалею то, что купил, как бы кому интересно, можете там зайти, допустим, в инстаграм посмотреть, я в историю выкладывал, как бы можете посмотреть, как они выглядят вообще, что они себя представляют там и так далее, поэтому кому интересно, прошу вас зайти просто в мой инстаграм и посмотреть. Ну а сегодня у нас будет очень интересное видео, потому что я продал свой дом за 60 миллионов рублей, это реально я ушел очень в жесткий плюс, ну и что я потом решил делать, как бы вы узнаете в этом видео, поэтому смотрите его от начала до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, пацаны, я, короче, продаю домик, вот этот за 60 миллионов, хотя покупал его за 10 миллионов, так, хэй меню пишем, 220-й, так, продай дома раку, а почему я не могу, для начала выселите квартирант, сейчас я выселил людей сначала, так, хэй меню, давайте выселим квартирантов, получается, чтобы продать наш домик, так, выселить арендатора, все, я, в принципе, выселил, выйти на улицу, и теперь мы можем продать этот дом за 60 миллионов, как бы я ухожу в плюс, потому что я этот дом купил за 10 миллионов, а продаю его за 60, ну, по сути, я так подумал, мне он нахер не нужен, поэтому я решил, как бы, его продать, тем более я ухожу в очень хороший плюс, поэтому давайте продаем дом. Я думаю, вам, конечно же, интересно, где я теперь буду жить, потому что дом я продал, как бы, и больше жилищ у меня нету, я просто решил себе купить квартиру за 350 тысяч, почему бы и нет, пацаны, зачем покупать дом, потому что от него нету никакого смысла, пацаны, дом мне нужен был для того, чтобы просто там спавниться, и все. Просто как место спавна, и поэтому я его продал. Да, я продал его дороже на много, чем купил, но, в принципе, я думаю, это неплохо. Как бы, чем квартира хуже, пацаны? Машину я сейчас паркану просто во дворе, и все, понимаете? Ну, смысл вообще покупать? Я вот реально посидел, подумал, смысл покупать вот эти дома, там, в этом, даунтауне, или как он там называется, по 500 миллионов, по 300 миллионов. Смысл вообще? Купил себе квартиру, блядь, и все, и не ебись. Тем более, квартиры еще по госу есть, как бы, их еще можно купить. Да, я на четвертом этаже живу, но мне вообще похуй, реально, типа. Да, у меня квартира без гаража, но гараж, по сути, мне не нужен. У меня дом, тем более, в нормальном районе расположен, в нормальном месте. Вот вышел сразу, тут дорога, в принципе, и поехал прямо. Как бы, нормальная квартира, нахуя эти дома покупать? По, блядь, 50 под 100 миллионов, нахуя просто. Да, зато у меня теперь есть бабосики, у меня есть 60 лямов, чтобы для вас там делать конкурсы, раздачи, купить себе какую-то машину, либо мотоцикл. Зато у меня теперь есть бабки, нахуй тот дом вообще нужен. Короче, что-то непонятно вообще творится в этом этого, потому что машины не везде можно парковать. Вот здесь я смог припарковать только елик, и все. Кстати, да, кто его заметил, я купил себе елик, наконец-то. Купил я его за 27 миллионов, и купил еще на него номера. То есть мне обошелся он вместе с номерами 28 миллионов 500 тысяч. Я считаю, очень даже неплохо. Да, конечно, елик ФТ что-то, но у него пробег, по-моему, 7 тысяч километров. Но мне, честно, вообще похер. Тем более, если я захочу его продать, я просто за 12 ему пробег, и все. И у него пробег будет нулевой. Его можно будет спокойно продать. А так я купил тачку для себя, и мне на пробег вообще абсолютно все равно. Ну, а остальные машины я припарковал вот там вот в лесу. У меня всего 6 тачек получаются. Вот, например, можно вместо Субару взять, получается, BMW. И вот теперь здесь у меня будут спавниться машины. Ну, в принципе, нормально, блин. Я не вижу смысла реально тратить вот такие вот большие деньги на дом. Ну, типа, это неразумно. Да, возможно, это типа как-то статусно, либо еще что-то, но... Ну, типа, это очень дорого. Возможно, если у меня было там очень много денег, допустим, там миллиард. Возможно, да, я бы себе покупал бы дома, но так я лучше буду тратить деньги на контент, буду помогать вам с развитием, чем буду просто спавниться в этом доме. Спавниться я могу просто и в квартире, как бы, мне без разницы, серьезно. Возможно, потом в будущем я себе захочу дом, но пока что он мне не нужен. Потому что цены на эти дома очень большие, поэтому смысла я не вижу покупать себе дом. Также я бы хотел с вами поговорить на очень важную тему, а касательно именно конкурса. Я хочу сделать для вас конкурс, потому что на родине я конкурс сделал, наверное, последний раз больше года назад. Поэтому, пацаны, для вас есть два варианта. Либо я разыграю две машины на красивых номерах. Это Subaru, War X и Nissan Sibia. Либо я разыграю просто 5 миллионов, 5 призовых мест по ляму. Как бы, решайте сами. Но мне кажется, что машины будут поинтереснее, потому что, ну, деньги... Ну, что деньги? Деньги просто деньги и все. Как бы, это неинтересно. А вот машина на красивых номерах, тем более номера потом можно, как бы, продать без проблем. Поэтому, как бы, решайте сами в комментариях, что вам лучше будет.